Жители, которые до сегодняшнего дня пользовались грязной водой, теперь лишены и этой возможности. Из-за тех, кто взял на ремонт вышедшей из строя систему водопровода несколько миллионов тенге, но так ничего и не сделал, люди вынуждены покупать питьевую воду. Проблеме 7 лет. И если раньше водопроводную воду с глиной, тиной и червями ленгерцы использовали на бытовые нужды, то сегодня другой воды, кроме бутилированной, у них нет. Мы все дружно нашли, кто нам это сделал, мы подключились. Все, а больше они никаких мер не принимают. Они должны уже давать эту воду, не дают. Мы думаем, ладно, хоть избавимся от этой грязной воды, вонючей, а они совсем ничего не делают. В прошлом году, когда проводили трубы, мы платили по 800 тенге за каждый метр. Нам тогда говорили, осенью будете с водой. Уже второй год идет, воды нет. Сейчас вторые сутки, идут как мы без воды. И до этого на два дня отключали, а старая вода грязная была. Мы ее отстаивали и пили. Подрядчик отказывается отвечать за свою работу, говорят местные чиновники. Прокладка водопровода, стартовавшая 7 лет назад, до сих пор не завершена. Более того, то, что уже сделано, не отвечает никаким нормам. Компания «Ленгерсу» отказывается принимать водопровод на свой баланс. Воды нет, потому что подрядчик ее не подключил. Они говорят, что у них нет средств. А старым водопроводом пользоваться нельзя. Старые трубы порваны. Их отремонтировать мы не можем. Ремонту они не подлежат. Новую линию мы не приняли, потому что там много недоработок. Специалисты не скрывают, в ближайшее время воду подключать не будут. По их словам, сейчас ремонтируются аварийные участки на новом водопроводе. На эти цели из бюджета выделено 46 миллионов тенге. Они не выполнили весь объем работы. Там трубы сгнили. Даже подключить водопровод невозможно. Потому что подрядчик подсоединил его старому водопроводу. Компания «Шимкентгазмонтаж» должна все исправить до зимы. Мы обратились с заявлением на эту компанию в департамент внутренних дел. Ведется следствие. Поэтому сейчас у нас такая проблема с водой. В одночасье решить проблему с водоснабжением Ленгера невозможно, говорят чиновники. Похожие миллионы, выделявшиеся из бюджета на благое дело, пошли не по назначению. К слову, компания-подрядчик, похоронившая водопровод Ленгера, принадлежит народному избраннику. А люди, уставшие от безводия, теперь намерены обратиться к президенту. Они надеются, что гарант Конституции решит их проблему.